Умопомрачительную балладу Without, ее любимую большинством жителей планеты в исполнении Морай и Кэри, сэр Пол Маккартни как-то назвал самой убийственной песней всех времен и народов. И почему слова его оказались пророческими, вы узнаете в конце этого выпуска, а пока о том, как этот шедевр появился на свет. В 1970-м Пит Хэм, вокалист Бэтфингер, решил сделать предложение руки и сердца своей девушке и не придумал ничего лучше, кроме как спеть это предложение. Но прежде чем воплотить задуманное, решил показать парням из Бэтфингер. Компаньоны по группе решили, что Пит показывает песню в репертуар группы и затроллили коллегу, мол, что это за сопли. Тем не менее, басист Том Эванс запомнил мотивчик и через какое-то время предложил Питу снабдить это признание в любви вокальным рефреном, который у него ну никак не хотел превращаться в полноценную песню. Вот так, скрестив ужас ежом, Пит и Том написали довольно неплохую балладу, увы, не сделавшую в их карьере особой погоды. Спустя пару лет песня приглянулась популярному в 70-е композитору и певцу Гарри Нилсону, и он отправился за правами в Apple Records, владевший каталогом Бэтфингер в тот момент. Важной особенностью получения разрешения было то, что Нилсон захотел изменить припев. Обладая довольно-таки широким вокальным диапазоном, Гарри надстроил вокальную мелодию так, что в результате припев исполнялся дважды. Сначала в основном регистре с куплетом, а потом октавой выше. Поистине революционное решение. Песня просто взорвала хит-парады, продержавшись на вершине рекордное количество недель. Далее песню официально перепевали около двух сотен раз, но я не могу не отметить версию группы Air Supply с волшебным голосом австралийца Рассела Хичкока. И все-таки самым ярким явлением баллады действительно стал уже упомянутый мною кавер Марайи Кэрри. Without You, в ее версии стало общепризнанным шедевром. Движение мелодии от бархатного грудного низа до заоблачного сопрано – это было что-то. Ну и напоследок обещанное об убийственности песни. Несмотря на то, что Гарри Нилсон все-таки состоялся как весьма успешный композитор, ни одной из его песен впоследствии так и не удалось даже приблизиться к успеху его кавер-версии Without You. А авторы баллады Пит и Том и вовсе не перенесли разборок с Apple Music и Warner Music не очень заботливо управлявшими авторскими правами на ставшую золотоносной балладу Without You и поочередно покончили с собой. Так что, называя песню самой убийственной, сэр Пол Маккартни, кстати, стоявший у истоков той самой Apple Records, или что-то знал, или черт его знает. Но свежие «Откуда ноты растут» будут завтра. Здесь. 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 Здесь.